Здравия вам всем желаю! В эфире программа обзор позавчерашней прессы. Как всегда, я Семен Ключевский. В русском слове за 1905 год писали про ужасный груз Гага. Нидерландские газеты передают, что в один из нидерландских портов прибыл груз костей животных и людей, предназначенный для изготовления шубного клея. Удостоверено, что кости эти собраны на полях битв на Дальнем Востоке, и говорят даже, будто на них остались куски мяса и лоскуты мундиров. Власти распорядили, чтобы товар этот выгружался только по ночам, вследствие опасности для общественного здоровья. Похоже, это как раз далекие отголоски последней войны с Англией. В том же русском слове, но за 1911 год информация о ликвидации партии социал-революционеров, то бишь ШССР, на днях сообщалось о задержании нескольких членов организации, видной в России партии, именовавшихся русскими националистами, социалистами, революционерами. Как выяснено теперь, организационным комитетом партии был выработан в деталях план ее действий, направленных против правительства и существующего государственного строя. Одним из главных инициаторов, организаторов этой партии был слушатель Московского коммерческого института ФФ Арестов, ныне уже арестованный. Увы, сведения о ликвидации оказались преждевременными. Хорошая рекомендация. Рекомендуют немолодую вдову, могущую быть русской бонной, знакома с кулинарным искусством, честная, скромная. Казакстанская правда, 1932 год. От качества работы сберегательных касс, от качества обслуживания интересов займодержателей и вкладчика, от полноты использования общественных сил зависит выполнение финансовых заданий сберкассы. В этом отношении, однако, имеется ряд провалов. Выполнив задачу по реализации займа третьего решающего, сберкассы не сумели закрепить внимание масс на последующих этапах займовой работы. Не подняли обслуживание займодержателя на должную высоту. Объявленный два месяца назад поход за культурную советскую сберкассу в огромном большинстве районов не состоялся. Не состоялся главным образом потому, что культурных сберкасс в этих районах нет. И надеясь на помощь извне, которую сберкассы не организуют, они по существу надеются на самотек, проявляя оппортунизм на практике. Срок, назначенный для похода, кончился 16 апреля. Это, однако, не должно являться поводом для демобилизации. Районы, развернувшие поход, мобилизировавшие массы на создание культурной сберегательной кассы, должны закрепить достигнутые результаты, предупредить возможность рецидива, довести дело до конца. Ох, не случайного одушевления в массах не наблюдалось, как показало время. Комсомолка, 1989 год. Министерство финансов СССР и Госбанк СССР сообщили о дополнительном изготовлении советских памятных и юбилейных монет достоинством 1 рубль. Кстати, рубль с Лениным полностью соответствует по размерам и весу пятифранковой монеты Швейцарии. Это на заметку тем, кто выезжает в эту замечательную фронту. Здравия вам всем желаю. Субтитры создавал DimaTorzok